Всем привет! Только что пришло из магазина Мир Запчастей Пила Пром Юэй. Вот это вот, значит, чудо под названием двигатель для мотокосы. Предыстория, кто помнит моё весёлое видео про весёлый ремонт китайской мотокосы. Сколько там всего приходится долбиться. Сколько мелочей, каждую мелочь надо подправлять по 10 раз. Но поигрался я, опыт приобрёл, видео интересное снял. Теперь всё же возникло желание купить что-нибудь нормальное по приемлемым ценам. Вот купился движок. Значит, что сразу возникало? Какая мысль? Во-первых, там вот мотокоса у меня стоила 900 гривен. Стартер к ней пришлось перекупить, потому что он долго не выжил. 1030 гривен. А здесь один лишь мотор 550. То ли это такое отношение в магазине, то ли вторая мысль крамольная так. А может это дрянное просто качество. Вот насчёт качества я сейчас попытался разобраться. Значит, во-первых, что понравилось? Довольно-таки монолитная конструкция покрытия. Например, там, где у меня выхлопная труба, в той модели была, там вот здесь половина держалась на защёлочке. Она не держалась вместе совсем, она держалась как-то, отшатывалась на защёлке. Естественно, она всё время отходила. Здесь уже было выпалено здоровенный кусок пластмассы. Что, естественно, не нравится. Далее. Само впечатление. Пангонка всех винтиков, всех очень точная, хорошее качество. Явно на высоте. В той, что я купил тогда, у меня уже шаталось всё. Далее, если посмотреть, например, на винтики. Многие винтики, например, в том же бензобаке. Вот здесь находится резинка. Здесь, соответственно, тоже находится резинка. В многих местах вставлены резинки, где только можно. Соответственно, держаться будет лучше. Бензобак крепится четырьмя болтами. Что тоже значительно лучше, чем двумя, как это часто. Только двумя и вот такие вот прутики. Оно через которое время начинает вышатываться довольно-таки сильно. Скреплён бензобак со стартером. Стартер пробовал, вроде не выдёргивается, вроде нормальный. Насчёт вот этих трубочек ещё посмотрим. Ну, по крайней мере, не такие. Там у меня обе были прозрачные, прям как из капельницы. Так они бы очень быстро рассыпались. Эти, ну, по крайней мере, вид более профессиональный. А как она есть, посмотрим. Карбюратор. Карбюратор с виду примерно такой, как был и на той косе. Я уже не разбирал, не влезал в модель. Но, что держится? Карбюратор крепко. Держится крепко. Вот в том у меня уже здесь, где винты входят, уже был шат. Вот здесь уже был шат. Потом эти не винты, а держатели, куда винты вкручиваются, стали вылезать из этих пластмассок. Здесь нет, здесь шата нету. Вот уже на второй день у меня она перестала заводиться, начались проблемы с той, почему здесь просто стал подсасываться воздух в довольно-таки больших количествах. Карбюратор уже отрегулированный, что нравится. И вот, ага, там вот по буквочкам в глубине я рассмотрел, какая это модель. Модель мотора та же, что и у меня. Чуть-чуть там с вариациями, но она не уступает мне ни та, той, ни эта, другой. Значит, модель практически та же самая, если брать поршневую и все эти комбинации внутренние. То есть, вот там вот зазначено HI40F. Это тот же самый, что у меня был и на том. А вот сборка, сборка гораздо качественнее. И, как говорится, мелочи разные. Вот эти мелочи, они очень сильно жизнь могут или портить, или улучшать. Ну и что? А вот теперь воздушный фильтр. Это вообще понравилось. Вот воздушный фильтр, какой серьезный. Так, крупный, мелкий здесь. Решеточка, чтобы он не залез, не забил. Карбюратор и отверстие, так, для подачи воздуха. Совсем другое впечатление, чем от таких маленьких фильтриков, или тоненьких, очень грубых, или таких кольцевых, когда колечко вот такое стоит. Вот. И что оно там нафильтрует, очень сомневаюсь. Здесь, ну, совсем другое впечатление. Во-первых, и открытие вручную, и все. Довольно-таки плотная конструкция. Этот фильтр реально будет фильтровать. Потому что от этого зависит срок службы поршневой. Так, насколько будут потом задиры и так далее. В общем, общее впечатление довольно-таки хорошее. Осталось прикрутить остальную часть. Здесь она вся совпадает. И... И пользоваться. А вот теперь, значит, интересный вопрос. Интересный вопрос. Эта штукенция стоит 550 гривен. 550 гривен. Ту косу, что я купил, она застоила 900, а на следующий день поломался стартер, стало 1030. Если посчитать, что здесь еще не хватает, это еще где-то гривен 200. Это 750. Вот и разница. 550, 750, вернее, если уже целую сборку взять так, и 1030. Здесь прилагается ручка. Ручка с виду такая же, как у меня. Но, правда, хоть винтики закручены, не разболтанные. Потому что у меня была разболтанная. И она через пару дней зажала внутри проволочки. Проволочки передавились, разлезлись, и получились проблемы. Вот и думай. Получается, по вот таких запчастях, так, в сборном виде, купить дешевле, дешевле купить, чем покупать целую. Вот тебе и ситуация. Ну, естественно, это в интернет-магазине, так, мир запчастей. А то я покупал в местном магазине, конечно, там свои накрутки. Но качество-то в том, что я покупал, там уже все болталось изначально. Там болты пришлось зажимать по несколько раз в первый же день. Здесь впечатление значительно лучше. Конечно, это тоже не какой-то, там, супер-пупер мотор с морем датчиков и так далее. Вот. Но. Но. Штука вполне выносливая, собрана хорошо, качественно. Вот и думай. Стоит ли покупать эту всю фигнюшку, так, в сборе? Вот. Или стоит вот купить по запчастях? Так, ну-то это как и есть запчасти. Это же не то, что тебе отдельно поршневая, отдельно то, отдельно то. Хотя в магазине понятно, запчастей есть. Все. Вот. Уже готовый собранный мотор. Осталось к нему прикрутить штангу с валом. Ручка уже здесь есть, только прикрутить к штанге. Редуктор с катушкой. Все. Например, у меня были предыдущие мотокосы. Если бы сразу вот такое знать, так, так, этот редуктор с катушкой я бы лучше взял от своей первой мотокосы от Reobi. Там очень хорошая катушечка. Там такая замечательная катушечка. Вот. Что. Ну, я уже раздал их. Так, у меня погорела поршневая от добавок фифаевских. И раздал. Ну, вот и думай. Такая вот вещь. Так. С виду мотор как мотор. Если так я посмотрел, то уже лучше по многим параметрам. Худшего чего-то, чем в том, что у меня было движки. Я не обнаружил здесь пока. Посмотрим, как оно будет держаться. Если будет держаться плохо, я сниму видео и покажу, что все-таки нет. Держится оно плохо, сыплется и все. Но уже потому, что я посмотрел, вряд ли. Вряд ли по качеству по этих резинках. Ну, видно. Видно, что это уже собрано качественно. Что это не тяп-ляп на скорую руку, чтобы за день собрать 150 мотокос и побыстрее в продажу. Здесь подход основательный. Вот, как говорится, и думай. А надо ли покупать в специальных магазинах? Так, если можно... Что тут собирать, то осталось. Собственно, собирать и нечего. Здесь идет переходничок. Здесь 4 болтика. Сюда вставляется штанга. Закрутилась одними, одними, двумя винтиками там по отверстиям. Все. Ручки себе на свою высоту, как захотел. Редуктор в конце надеть. Тоже минута делаю. Одним винтиком прикрутить. Все. Ну, что? Если бы пришлось собирать все, поршни будут. Цилиндры и так далее, и так далее. Но да, тут надо подумать. Соберешь ли ты это все по незнанию. А вот получается такая вещь интересная. Ладно. Будем использовать. После выходных я ее подсоединю. И к косе попробую. И там мне надо немножко дровишек распилить. Высоторезом. Так. Если что будет не так, если окажется, что оно сыплется просто на ходу, значит я отчитаюсь, естественно. Но сомневаюсь. Пока что впечатления очень даже положительные. Что ж. Всем пока. Помошу ручкой. До следующих видео.